МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 километров сварочных швов, 450 тонн цельносварного металла. Колоссальная статуя Родины Матери в Киеве – яркий пример долгого и кропотливого сварочного процесса. Чтобы смастерить такой памятник, нужно не только в совершенстве владеть техникой, но и иметь огромное терпение. Все эти качества присущи сварщикам. И если вы мечтаете освоить профессию электрика, машиниста или сварщика, тогда эта передача специально для вас. Сегодня в программе «Один день с профессионалом» мы познакомимся со студентами Канарского транспортно-энергетического техникума. Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно – в быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому специалист по металлу, соединяющий металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической сварки, будет нужен всегда. Сварщик профессии ответственная, от качества работы которого зависят долговечность и устойчивость строительных конструкций и срок службы различной техники. Эти специалисты всегда на особым счету, готовят сварщиков в Канарском транспортно-энергетическом техникуме. Сварка, конечно, это творческий процесс, а сварщик, он подобен музыканту. Ведь музыкант, он исполняет мелодию. Мелодия для сварщика – это шум сварочной дуги. И как будет это звучать мелодия, зависит качество. Чтобы она звучала правильно, инструмент должен быть правильно настроен. У сварщика должен быть какой-то порядок, какие-то правила. В данном случае для сварщика пишется технологический процесс. И соблюдая технологический процесс, правильно настроив аппарат, можно надеяться, что его музыка приведет к самым положительным эмоциям, к наилучшему результату. Чтобы стать хорошим специалистом одной физической силы мало, настоящий профессионал должен понимать, как формируется сварное соединение и почему оно образуется. А для этого необходимо знать теорию сварки. Ведь для того, чтобы сделать хороший шов, нужно обеспечить равномерность плавления как основного металла, так и присадочного. Все это будущие сварщики изучают на теоретических предметах. Этому нужно учиться очень долго. Это приходит все с опытом. Трудности есть. Это вот первое время ты привыкаешь к своему аппарату. Ты должен научиться его настраивать, научиться контролировать себя. Нужно, чтобы рука была крепкой. Хороший сварщик нужен везде и всегда. Но таких очень мало, и их очень трудно найти. Сейчас они везде требуются. От слов переходим к делу, а именно к практическому обучению техников сварочного производства. Уже на втором курсе студенты получают рабочий разряд сварщиков. Сегодня они сваривают трубу диаметром 159 мм в неповоротном положении. Вот это положение, оно говорит о том, что сварщик умеет варить во всех пространственных положениях. Значит, любую работу он сможет выполнить. В дальнейшем они уже разрабатывают техпроцессы на сварку и конструируют уже сварные узлы, соединения, контролируют сварные соединения различными способами, методами контроля, начиная от визуально-измерительного, ультразвуковым методом, радиографическим, пневмогидроиспытаниями. И в конце уже планируют все сварочное производство. Выбирают бригаду, количество сварщиков, нормы энергии, материалов, трудозатраты и так далее. И соблюдают охрану труда. И руководят работой сварщиков. Передаем свой опыт, который у нас имеется. И теоретическое обучение, и практическое обучение. Мы, наверное, вычитываем каждый нюанс, каждую мелочь, то, что может влиять на подготовку высококвалифицированного сварщика. И дается им очень легко. Получают они четвертый разряд. Большинство на отлично заканчивают учебу с красными дипломами. Материально-технической базе Канажского транспортно-энергетического техникума можно только позавидовать. В мастерских установлено самое современное оборудование. Так что для студентов созданы все условия. И чтобы стать настоящими профессионалами, от ребят требуется только упорство и желание. Работа с сварщиком – это престижно, в первую очередь. И техникум, который я выбрал, тоже очень престижный. И получается мне здесь учиться очень комфортно. Прежде всего, он должен быть честным перед собой и никогда не халтурить. Я считаю так. И должен все делать ради качества. Если захочешь, там сложно ничего не будет, я думаю так. Ну, у меня ничего сложного нету. Все очень легко, комфортно здесь. Стать начальником сварочного цеха – мечта Валерия Яковлева. Но если у него это заветное желание появилось относительно недавно, то его одногруппник Петр Витулькин управлять металлом мечтал с детства. Я с детства варил, с братом варил. Мне это очень нравилось. Ну, я считаю, это творческая профессия. Ты, считай, управляешь металлом. Плюс современный мил почти весь состоит из металла. И в чем плюс? Там доступность. Везде можно найти работу. Даже в деревне куда-нибудь уедешь, везде сварщик нужен. Но если везде работа есть, то всегда деньги будут. Сварщик – творческая профессия. Так как ты, считай, как карандашом, как в рисовании тоже рисуешь. Как хочешь, так и нарисуешь. И тут так же. Как хочешь, так и заваришь. Ты можешь управлять, только уже в рисовании ты красишь кисточкой и красками управляешь, как будет. А тут металлом. Хороший сварщик должен обладать таким качеством, как глазомер – одно из важнейших качеств. Должен знать, сколько там наплавлять. Также памятью должен хорошую обладать, теорию вспоминать. До чего дошел прогресс? Это банальная, но такая актуальная фраза, как нельзя лучше описывает достижения в области сварочного дела за последние несколько десятилетий. Сейчас можно сваривать то, о чем раньше и не думали. Например, прежде камнем преткновения была сварка алюминия, чугуна, меди и медсодержащих сплавов. В настоящее время этот рубеж покорен. И можно сваривать как металл между собой, так и в любом сочетании друг с другом. Любое творение человеческих рук нуждается в систематическом контроле. В противном случае даже самая дорогая техника выйдет из строя. Электромонтеры осуществляют постоянный контроль за электрическим оборудованием. Да будет свет! Синий провод или красный? Все любители боевиков имели возможность наблюдать за мучительным выбором главного героя в самый ответственный момент – обезвреживание взрывного устройства. А у этих студентов таких проблем точно не будет – работать с розетками, проводить электропроводку, ремонтировать кабельные и воздушные линии электропередач, проектировать системы электроснабжения. Все это лишь часть поля деятельности электромонтера. В Канажском транспортно-энергетическом техникуме к обучению студентов этого направления подходят серьезно. Развивается энергетика очень сильно. Чуваши в лидерах находятся по этому поводу. Наши выпускники также в Чебоксарах на заводах у нас работают, на сборках как раз щитовых панелей и трансформаторов, которые в основном на Сочинской Олимпиаде, на Сочинской объекте больше часто туда уходили, насколько я в курсе. В основном ребята стараются, работают, учатся. И если не всегда получается, то просто с помощью мы помогаем. Илья Гладков решил пойти по стопам отца электромонтера высокого класса. Сейчас студент Канажского транспортно-энергетического техникума уверен, с выбором он не ошибся. Илья считает, что эта профессия открывает для него большие перспективы. Обучение здесь дает мне большие перспективы для хорошего будущего. Поступить на высшее образование и в дальнейшем работать. Профессия электромонтера расходится еще на много своих спецподразделений, так скажем. Можно пойти работать в условиях каких-то нефтеэлектрических отраслей. Или можно пойти работать в газовые отрасли, делать обслуживание электрооборудования в газовых отраслях, таких как электрогазоклапаны. Электромонтер должен обладать обязательно уверенностью, хорошей дисциплиной, также строгостью. Дисциплина является самым главным качеством для электромонтера, потому что от его работы зависит не только качество изделия, а качество выполнения общей работы. Потому что электромонтер является одним связующим звеном между общими работами, таких как слесарных, газовых, нефти. Именно он, наверное, объединяет все эти оборудования, потому что все передается через электричество. Щелчок выключателя стал таким привычным и неотъемлемым звуком, что представить себе жизнь без волшебного света просто невозможно. На сегодняшний день электромонтеры незаменимы на различных предприятиях народного хозяйства. Востребовано их мастерство и в быту. Они лечат трубы. Есть такая профессия в нефтегазовой отрасли – линейный трубопроводчик. Выбирают ее парни крепкие физически и сильные характерами. Их основное место работы – трасса. Линейные трубопроводчики занимаются обслуживанием и ремонтом стальных артерий, проходящих через тайгу и болото. Условия труда практически экстремальны – в жару и холод, под снегом и дождем. Эта профессия пользуется особой популярностью и заслуженным уважением. Без квалифицированных специалистов указанного профиля невозможно нефть и газодобычить. Транспортировка и распределение природных ресурсов, являющихся основой современной мировой энергетической системы. Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов – еще одно направление обучения Канажского транспортно-энергетического техникума. Это у нас учебная мастерская для обучения по основной рабочей профессии трубопроводного транспорта нефти – трубопроводчики линейные. Здесь мы изучаем устройство и эксплуатацию основных машин и приспособлений, которые применяются при ремонте магистрального нефтепровода. Нефть транспортируется в основном по трубопроводной системе, по трубопроводу. Трубопровод надо регулярно обслуживать, надо регулярно этот трубопровод менять. Случаются и аварии. Поэтому, чтобы это все обслуживать, ремонтировать, ликвидировать аварию, необходимы эти у нас по нашей профессии, этими занимаются трубопроводчики линейные. Нефть и газопроводы, как известно, объекты повышенной опасности. От профессионализма, ответственности и дисциплинированности линейных трубопроводчиков зависит безопасность тех, кто пойдет следом монтажников, сварщиков. Несомненно, трубопроводчиком может стать только тот, кто не боится тяжелого труда. К таким студентам относится и студент Канажского транспортно-энергетического техникума Стас Лукин. Стать успешным человеком и добиться хороших, высоких, профессиональных результатов – планы Стаса на ближайшее будущее. Я учусь на группе сооружений, эксплуатации газонефтепродав и газонефтехранилищ. Она мне показалась более перспективной и желанием было сюда поступить. Подал сюда, сказали, позвонили, поступил, пришел с радостью. Нравится то, что свободного времени больше работаешь. Отдыха практически нет, мне нравится работа. После изобретения паровой машины началась эра широкого использования механизмов на производстве и транспорте. Так появились очень интересные профессии, например, машинист-экскаватор, бульдозер или тракторист. Обучиться им можно в контент. Машинист-экскаватор и бульдозер – это человек сложной, в то же время очень интересной и многоликой профессией. Он может работать со смешанным рабочим оборудованием, грабителем для очистки лесосек, древовалом для валки леса, кусторезом и корчевателем пней. Представители этой специализации трудятся в различных природных условиях. Неудивительно, что профессия экскаваторщика и бульдозериста – одна из самых востребованных и хорошо оплачиваемых на современном рынке труда. Пожалуй, одно из самых популярных направлений развития Канажского транспортно-энергетического техникума – многофункциональный центр профессиональной квалификации. «Образование через всю жизнь» – так звучит слоган центра. Его руководители считают, что знания, умения и навыки просто необходимо постоянно обновлять. Количество наших слушателей постоянно, каждым годом увеличивается. Если сравнить 2009 год, это начало работы нашего центра, было 92 человека, то в 2015 году мы обучили 7150 человек. С кем же мы работаем? Это, прежде всего, организация системы «Транснефть». Наша география очень обширна. Это Балтика, это Белоруссия, это Черномор, «Транснефть», это «Транснефть-Урал», то есть вся европейская часть нашей Великой России. Мы занимаемся повышением квалификации, профессиональной подготовкой, а также краткосрочными курсами. Вот уже 80 лет Канажский транспортно-энергетический техникум выпускает специалистов высокого уровня. Руководство СУЗа определило для себя три основных составляющих качественного образования. Высокопрофессиональный педагогический коллектив, практикоориентированность обучения и хорошая материально-техническая база. На сегодняшний день техникум готовит специалистов среднего звена и рабочих профессий по основным профессиям трубопроводного транспорта. Но эти профессии, они востребованы не только в системе «Транснефть», но и в экономике Чувашской Республики. Такие профессии, как электромонтер по ремонту, обслуживанию электрооборудования, сварщики, слесари, операторы товарные, машинисты-экскаваторы, бульдозеры, автомеханики. Критерии оценок у нас традиционные для государственных образовательных учреждений. На базе 9 классов это средний балл аттестата, на базе 11 классов это также средний балл аттестата, но на базе 9 классов у нас имеется конкурс определенный, это около 3 человек на место ежегодно, но желающие путем такого отбора поступить к нам в принципе могут. Сегодня в России, да и во всем мире, как никогда востребованы рабочие разных профессий. Для них создаются хорошие условия труда, увеличиваются заработные платы, им предоставляется возможность дополнительного образования и повышения квалификации. Освоить любую из вышеперечисленных профессий в этом техникуме можно за 10 месяцев после окончания 11 классов и за 3 года и 10 месяцев после 9 классов. Вот мы с вами и познакомились с Канажским транспортно-энергетическим техникумом. Эти ребята уже сделали свой выбор, теперь ваша очередь. А я с вами прощаюсь, увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин